Доброго времени суток, дорогие зрители! С вами Лили Мартен и мы с вами возвращаемся в спор на планету Блуфилд, к нашим существам. За эти две или три недели перерыва я уже забыла, как они выглядят. Они выглядят у нас как такие рогатые кашалотики с крылышками. Нам тут осталось совсем чуть-чуть до того момента, когда наше существо сможет создать племя, но нам до этого нужно еще дожить, потому что эта планета довольно агрессивна, как показала практика. Так, давайте мы подружимся. Нам нужна стая. Так, это у нас позирование. Так, один готов. И пошлите дружить с другим. Так, мы можем взять только двоих с собой. Ой, как же они пищат. Какой кошмар. Так, как я уже говорила, этот вид довольно агрессивен. Этот мир, точнее, не вид. И это на среднем уровне сложности. Страшно подумать, что было бы на максимальном уровне сложности. Наверное, нас бы просто драли на каждом углу. Вот, давайте попробуем подружиться с грустномордом. Не знаю, получится или нет, но танцы у них... Ой, что это с ним сейчас было? Да, в общем, с ними нам ничего не светит. К сожалению. Ну, не светит, так не светит. Обидно, конечно. Значит, что нам остается? Давайте, что ли, этих раздерем? Вот с сибубой можно... Нет, с сибубой подружиться никак нельзя. Но, в принципе, мы можем на них напасть. Они не такие уж сильные с виду. Ой. Ой, давайте рискнем. Для начала их напугаем и... Начинаем. Так, один готов. Ой. Ой, 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 берут на знак. Так, отступаем, 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 отступаем. Так, вид мы уничтожили. Это хорошо. Получили несколько баллов эволюции. Так, собираем фрагменты. Фрагменты это важно. Вон тут еще какой-то новый вид развивается. Так, куда бежать? Есть ли смысл, конечно, бежать вдоль побережья, не знаю, но давайте попытаем счастье. Жаль, вот эти вот зародыши уничтожать нельзя. Так, вот у нас появился фрагмент кокетства. На четвертом уровне это хорошо. Так, это наши друзья. Не знаю, уничтожать их как-то я не очень хочу. Не знаю, давайте попробуем их уничтожить. Да, мы на них напасть не можем, потому что они наши союзники. Ну, в принципе, так, к мартышкам, так, вот в ту сторону мы точно не пойдем. Нет, нет. К этим товарищам, ну, не знаю, давайте попробуем, что ли. Ладно, у него только один помощник. Может быть, может быть, что и получится. Минус суши. Так, с изумитами мы дружить не будем. Попробуем подружиться с этим товарищем. У нас как раз еще осталась одна ячейка для... Ой, ой, совсем не так. Так, танцы, 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 танцы. Где танцы? Может быть, может быть. Может быть. Ура! Ура! Мы подружились с товарищем. Предлагаю еще... Так, для начала давайте поедим. Ой, 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 ой. Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда полетел? Ты куда полетел? Нам нужен товарищ. Так, с этим мы дружим. её не помню… ой, нет, 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 ну что-то. Кхм-кхм! Так, танцы. А-а-а, чертова инопланетяне, блин. все инопланетяне улетели мы с тобой подружимся птицы ящер пожалуйста давай с тобой подружимся инопланетяне не забирайте кого-то сперли надеюсь птицы ящера сейчас не собрут или нашего нашего тоже перед не надо улетайте улетайте да куда ж ты побежал то кто мое все 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 да что такое то да не судьба нам подружиться с птицей ящером не судьба да улетайте же вы чертовые наушники все спокойно сейчас мы тебя споем песенку по моему он упал в обморок они похитили птицы ящера они похитили нашего братана ё-моё ну и на какой черт мы тут вы танцовывали для него когда господи лишились мы союзника короче говоря лучше бы одного из наших похитили вот правда его хотя бы не так жалко блин где тут был еще один какой-то большой такой товарищ нет нет не тот товарищ другой товарищ по счету болен ну ладно хоть подружиться с ним успели и довольно сильно продвинулись по как бы сказать по эволюционной по эволюционному развитию вот у нас так у нас 233 очка эволюции и вот вопрос куда бежать куда бежать потому что мы лишились довольно сильного союзника и я честно говоря вообще не представляю сейчас делать потому что на него я возлагал довольно большие надежды а тут прилетели эти чертовые наложники и все ну хотя бы косточку нашли хорошо хотя бы хоть что-то у нас есть абсолютно не представляю куда бегу можно в принципе так стоп да нет можно напугать вот этих товарищей и разодрать как будто ты все Так, вот это вот. Так, хорошо, мы продвинулись. Потихонечку, но мы продвигаемся. Это не может не радовать. У нас эта серия как-то хорошо так зашла. В отличие от прошлых. Так, с этими сосисками я, честно говоря, как-то даже связываться не хочу. Вот, предлагаю попробовать подружиться с этими товарищами. С глазохлопами. Пока у нас не восстановился наш грозный рык. Хотя они сейчас могут станцевать и всё. Так, вот этот огурец нас как-то не очень хорошо смотрит. Так, отходим, отходим, отходим. А то сейчас раздерут нас. Эти огурцы как-то не слишком хорошо на нас смотрят. Так, подружись с нами, дяденька. Или тётенька ты, не важно. Главное, чтобы на нас никто не напал. Так, там... В принципе, можно будет попробовать подружиться и вот с теми... С какими товарищами? Не знаю. Сейчас посмотрим. Нет, не получилось. Так, вот с этими человекоподобными... Так, кто на нас напал? У нас пока никто не напал, хорошо. С ними мы дружиться не будем. Так, косточка. Так, вы наши друзья. Нам лечиться не надо, хорошо. Так, это слизнячки. Давайте попробуем подружиться с вот этими товарищами. Может, получится. Так, с одним и подружились. А их тут только двое. Где остальные? Звучит музыка. Так, хорошо. С ними-то мы подружились, а... Нам бы ещё одного. Бы. Бы, бы. Печаль, беда, его тут нет. так куда идти куда идти что делать так это наши друзья вот я тут вижу где-то блестела косточка или не блестела там тоже наши друзья и вот тут блестят фрагменты костей и это наши враги так рык у нас установился но мы его сейчас применять не будем потому что уничтожать таких товарищей это себе дороже знаете вот шипарка можно установить но у них есть шипы а если есть шипы это значит у них есть удар с разбегу это для нас не есть хорошо потому что нас всего трое сильных союзников у нас нет так что вряд ли мы с ними подружимся подружиться с ним нельзя так что попробуем пробежать хотя вряд ли получится но давайте попробуем так вот этот товарищ это убьем бьем 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 подкрепляемся и нападаем поздравляем существующий на шаг приблизилась к обретению разума скоро она сможет перейти на этап племя хорошо поздравляем и так существо достигло вершины пищевой цепочки когда захотите перейти к созданию племени щелкните на кнопки нового этапа переход на этап племя щелкните здесь чтобы создать племя но сперва откройте редактор существ и внесите необходимые изменения после перехода на этап племя вы не сможете модифицировать строения существ обязательно добавьте руки если вы этого ещё не сделали без них племя не сможет пользоваться инструментами понятно так для начала собираем кости ой-ой-ой-ой хочу я не доживем это племя потому что у нас сейчас просто эти Товарищи сожрут. Дяденька, не бей нас. Всё, мы уходим. Мы уходим. Мы уходим. Всё, 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 всё. Мы уходим. Мы уходим. Всё. 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 Я поступаю по Аквакому. Я бросаю своих товарищей. Не-не-не. Не-не-не-не. Ну нафиг. Ну нафиг. О, смотрите. Кобы выжили. Но сейчас не выживут. Бежим, 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 бежим. Нам нужно создать племя. Нам нужно создать племя. Чудо, что мы вообще выжили. Мы дожили. Ура. Так. Где наше гнездо? Вот наше гнездо. Давайте мы сначала создадим... Ну, усовершенствуем наше существо. У нас довольно много очков эволюции. КОНС. С КОНС. Итак, что у нас тут появилось? Крылья нам не нужны, не нужны, не знаю. Давайте приобретем. Почему бы нет? Вот, крылья, они будут полезны. Такие вот драконьи крыльышки, да, похожи на драконьи. Что у нас по поводу ртов? У нас сейчас стоит вот это, вот рыба-медведь. Но так как, в принципе, нам это больше не пригодится, я предлагаю поставить вот этот вот мордорок, потому что мне нравится куда как больше. Вот. Давайте как-нибудь с формой разберемся сейчас. Нет, нет, это уже слишком. Вот так вот. Слишком длинную мы тоже делать не будем. И ширь. Вот такая вот у нас пусть будет широкая пасть. Глаза. Ну, это сугубо косметические такие изменения в плане глаз. Раз уж у нас драконья пасть, то пусть будут еще и драконьи глаза. Почему бы, собственно, нет? Вот оно пусть будет повыше. Так, рога пока оставляем. Что у нас в плане ног и рук? Руки я предлагаю вставить, потому что, ну, руки это руки. Господи, они тут вообще никакой роли не играют. А ноги, ну, опять же, это все сугубо косметическое. То есть, они тут тоже. Предлагаю вот такие ноги поставить. Так, только они какие-то слегка вывернутые наизнанку изначально. Так, поставим их вот сюда. Руки мы слегка поднимем. Средства нам... Ой. Ну да, в принципе, эти лапы нам не нужны. Так. Руки мы опускаем. Ой, 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 я куда? Я куда? Вот так. Кисти. Что у нас в плане кистей? Можем поставить такую вот пятипалую ладонь. Больше уже похоже на человеческую. Можем поставить вот такие вот прям когти. Лапы с когтями. Птичьи. Да, это у нас кисти рук. Ну, давайте поставим вот такую вот. Позирование. Позирование. Давайте поставим вот эту, потому что у нее... Господи, как эти? Показатели получше. Так, слегка их уменьшим. А то они уж слишком громоздкие для нашего существа. Так. Так. Да, вот так. Так. И повернем их... Ой. Нет. Повернем их вот так вот. Такие цаплки с когтями будут. Что у нас в плане ног есть? Как я уже сказала, по сути, нам все вот это вот, то есть все кисти, все крылья и прочее, это не более чем косметические такие улучшения. То есть, фактической роли они уже не играют. Так, что бы тут поставить? Можно поставить такие... Ой. Копытки. Ну, по сути, можно поставить такие вот цокотки. Да. Они такие веселенькие. Ну, собственно говоря, давайте их поставим. Почему нет? Нет, копытки не будут. Вот такие вот. Или лучше копыт поставить. Потому что в пятипалой ладони я смысла, честно говоря, не вижу. То есть, вот... Ой, господи, в какой ладони говорю? В этой... В стопе я смысла не вижу. Хотя, в принципе, давайте посмотрим, что... Как их можно модифицировать. Так, можно увеличить когти, можно увеличить длину. Ну, такой себе, если честно. Ну, потому что, ну... Нет, конечно, то, что танцы пять, это здорово, но... Честно, того не стоит. Так. Топотун. А эти такое... Ну, это такие, знаете, присосочки. И какая прелесть. Можно еще такой поставить. Ого. Вот это как... Вот это шпоры. С мехалапа нет. Это сразу нет. Вот либо вот такой цикоток, либо копытца. А... Ой, не вот это, а вот это вот, если поставить. Ммм, мне не нравится. Давайте поставим цикоток. Нравятся мне эти когаточки. Да. А что у нас в плане оружия? Ну, во-первых, давайте сменим рога. Поставим супер-мега-олень. Такие вот рога. Сейчас мы их, конечно, развернем, как-нибудь изменим. Но это... Они... Их можно загнуть. Это их можно увеличить. Нам их надо повернуть для начала. Вот таким вот у нас красавцем он будет. Или она. Не знаю. А что по поводу плевалки? Это у нас что? Это у нас... Ага. Понятно. Так. По поводу плевалки. И по поводу вот этого всего. Во-первых, поставим давайте вот эту... Пила-богомол. На хвост. Так. И вот так. Да. Вот так. И по поводу плевалки. Пирамидик. Поставим ее вот сюда. На хвост. И уменьшим до минимального размера. Чтоб не так сильно бросалось в глаза. Ну вот так. В принципе, нормально. В плане украшений. У нас осталось всего 20 очков эволюции. Да. В принципе... И все. Что нам тут еще нужно-то? Что у нас по поводу... Ну, короче говоря, давайте проверим, как он там вообще двигается. Ходит. Вот так прыгает. Хорошо. Так. Зов. Положение сидя. Ударев. Переворот. Делай, как я. Ясно. Так. И, честно говоря, мне окраска нравится. И менять я ее как-то не особо хочу. Но давайте вообще посмотрим, что тут можно сделать. Есть ли вообще смысл что-нибудь делать. Давайте сделаем такое. Заплаточное. А почему бы нет? Красиво смотрится. Ох. Ну что? Идем в племя. Соглашаемся. А вы куда пошли там, товарищ? Алло. Ваша стая переселяется на новое место. Понятно. Так, окей. Стой. 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 Куда? Куда? Не уходи. Подружись с нами. Стой. Стой. Я уже думала, его забрали. Эй, 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 эй. Ты станешь нашим другом, нет? Алё. Вы уже подружились с этим существом. Нам нужен член стаи, ещё один. Ну дайте нам. Ну что вы вредные-то какие, ну ё-моё. Ой, ё, пересеты. Бежим. Бежим. Деловые, блин, ходят тут. Понимаешь? Да, да, отцепись от него, господи. Отцепись. Так, я так поняла, что он всё равно встал на... Да куда бежать-то, ну? Алё, куда бежать? Так, брачный зов. Ой, на нас кто-то бежит, на нас кто-то бежит, на нас кто-то бежит. Бежим, бежим. Куда бежать-то? Что происходит вообще? Больно, больно, не бейте. Красоко лечу, далеко гляжу. Куда бежать-то? Ну, хоть более-менее летать нормально можем. Так, это наше новое место или как? Ага. Вы заняли гнездо, хорошо. Спасибо. История развития. Действия вашего подопечного на этапе существо определили ещё одну способность, которой будет обладать весь вид на этапе племя. И какой же... Да, умирали мы часто, как вы можете видеть. Адаптация. Угу. Мы всё-таки стали адаптацией. Это хорошо. Это радует. Я думала, мы опять будем агрессивным видом. Так, что мы умеем. Вождь получает возможность укрощать животных и использовать их как помощников в общении и сражении. У этого типа существ есть как друзья, так и враги. Их действие зависит от конкретной ситуации. Так, бомба безумия на этапе цивилизации заставляет вражеские единицы техники атаковать друг друга. И на этапе космос повышает скорость межзвёздных перелётов. Угу. Ну, окей. Так, может мы сможем что-то тут приобрести? Вот если вот эти штучки удалим. Так, за 25 мы продадим. В принципе... В принципе... Можно такие себе вторые рожки поставить. Да. Нет, пусть они будут тонкими. И вот такими вот. Вторые рожки лишними не будут. А так, с окраской мы разобрались, со всем разобрались. Окей. Окей, Gefеябра- professionели Аха- growing разобрались. Ее thereby двоевые легкие заставки новый самол изraz Nãoつущества, которые... Ах! 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 juryimoreör... Ах! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляем! Вы готовы перейти на этап племян. ПАТО, КАИСИ! Э, КУМНАЛИЧЕ! Ваши подопечные научились выстекать огонь, мастерить инструменты и возводить примитивные постройки. Но вскоре на планете начнут появляться другие племена. Ваши будущие соперники. Будьте бдительны! Вы создали племя. Теперь в вашем распоряжении племя из трех существ. Вы можете давать указания отдельным особям или группе. Чтобы развиваться, нужно общаться или сражаться с другими племенами. Давайте посмотрим на индикатор развития. Это индикатор развития. Заключайте союзы с другими племенами или подчиняйте их, и индикатор будет заполняться. Ну, в общем, так же, как и на этапе существо. Выполните задание, чтобы освоить азы племенной жизни. Итак, первый шаг. Выбор снаряжения для существ. Щелкните на жилище. Окей. Так, тут все на паузе. Ну, окей. Щелкните на пиктограмме шлема, чтобы открыть панель снаряжения. Щелкните на существе, а затем на кнопке «Изменить снаряжение». Понятно. Вот, «Изменить снаряжение». Так. Каска, котелок. Как видите, тут появились совсем другие параметры. То есть, помимо здоровья, тут появились еще параметры, как сбор пищи, общение и оружие. Ну, здесь, в принципе, то же самое. Так, у нас 60 очков эволюции. И что мы можем купить? Во-первых, я предлагаю приобрести для начала котелок, потому что он дает уровень второй сбора пищи и уровень второй в общении. Общение нам пригодится. Такой вот котелочек будет? Нет, вот такой вот, приплюснутый пусть. По поводу масок. Давайте маска Юуба. Ююба, точнее. Оружие уровень 2. Вот такие у нас наплечники пусть будут. Что у нас по поводу нагрудников. Да, в принципе, ничего тут. Можно, конечно, выбрать гульфик. Потому что он дает по сбору пищи третий уровень. Вот, но... Так, вот мы выберем наплечники, потому что они дают здоровье. Здоровье, конечно... Я воевать, конечно, не собираюсь, но лишним это не будет. А это уже просто украшение. Так, по поводу... Вот, можно выбрать гульфик, потому что сбор пищи, опять же, уровень 3. Вот, давайте куда-нибудь на... На спину его переместим. Вот сюда, на хвост. Так. И вот так. Вот, в общем, сбор пищи у нас уровень 3. Оружие, общение уровень 2. Здоровье уровень 2. И скорость уровень 1. И я предлагаю какое-нибудь еще украшение. Давайте... Сережки такие на рога повесим. А, на рога нельзя, да? Давайте как-нибудь ему на руки сделаем. Да, как-то на руки не получится сделать. А на хвост... Да, как-то странно получается. Давайте мы перо тут куда-нибудь присобачим. Нет. Значок, усы. Было бы куда усы-то вставлять. Нет. О! 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 Вот такой вот у нас мэр будет с усами. Усатые, жаль цвета. Жаль, нельзя выбрать цвет. Такой мэр-блондинчик у нас будет. Вот. Вы посмотрите, какой красавец. А, окей. Видите, ему тоже понравилось. Ну что, мы сделали, что-то нас хотели-то. Здравствуй, стандартное обучение камерой. Так, вы можете произвольно перемещать камеру. Давайте ненадолго прервемся, чтобы научиться управлять обзором. Ну давайте, раз вы в нас в покое-то не оставите никак. Масштабы вращения. Для вращения можно также использовать колесико-мэш. Давайте попробуем. Колесико-мэш, ага. Так. Ага, понятно. Для перемещения камеры нажмите и удержьте правую кнопку и воспользуйте камерой. Так, хорошо. Щелкайте на пектограмме хижины на мини-карте, чтобы центрировать камеру на племени. Так. Где он? Угу. Для выбора нескольких представителей племени щелкните рядом с ними и переместите курсор, чтобы существа оказались внутри рамки. Понятно. Да! Так, вы освоили управление обзором. Теперь давайте вернемся к игре и отправимся искать пищу. Окей. Так. Пауза, 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 пауза. Давайте поставим на паузу. И, в общем, давайте на этом заканчивать серию. Она получилась довольно длинная. Но в ней мы сделали довольно много вещей. То есть у нас существо наконец-таки эволюционировало. Стало более развитым. Создало свое племя. Да, мы прошли через много смертей, чтобы до этого этапа добраться. Вот. В общем, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Также не забывайте писать комментарии и жать на колокольчик для оповещения о выходе новых видео. Всем спасибо и всем до новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok